Привет, друзья! Я обещала рассказать вам лайфхак, как готовить молочные каши на отложенном старте в мультиварке. С молочными кашами есть две проблемы. Первое, молоко убегает. Второе, если вы их ставите на ночь, молоковский сайт. Как их решать? Я сменила три мультиварки, это моя уже третья, и меняла их именно потому, что не могла долго приготовить кашу. А для меня это очень важно, у меня трое детей, я хочу вставать утром, и чтобы каша была готова, то есть вставить ее с вечера. Самый простой вариант, это найдите модель мультиварки, в которой есть режим молочная каша. Вот как, например, на этом. Есть отдельный режим молочная каша, есть отдельный режим крупы. Почему это важно? Потому что молочная каша готовится на более низкой температуре. Если у вас такого режима нет, попробуйте другой лайфхак. Смажьте сливочным маслом бортики вашей мультиварки, вот так вот, и поставьте на самую низкую температуру, на самый низкотемпературный режим вашей мультиварки, который она только держит. Ладно, молоко не убежит, но оно скиснет. То есть, если у вас на кухне тепло, если вы вечером поставите в мультиварку молоко, то за ночь оно просто скиснет и утром свернется. Кстати, это не обязательно будет заметно на глаз. Вот смотрите, я специально подготовила молоко, специально нужное количество оставила с вечера, просто на кухне. И по внешнему виду не особо заметно, что что-то произошло. Но на самом деле это молоко уже скисшее. Я могу вам продемонстрировать, если я начну его нагревать, то вы это увидите сами. Но если вы такое молоко нагреете, то, что будет происходить с вашей кашей, видите, оно пошло хлопьями. Все это молоко скисло. Если хорошее молоко, это не значит, что это надо выбрасывать. У вас как раз творог получится. Но это уже другая история. Есть несколько способов справиться с этой проблемой, плохой и хороший. Я как в анекдоте начну с плохого. Вы можете встретить совет, взять молоко ультрапастеризованное, которое может стоять, или молоко, которое длительного хранения, которое может стоять бесконечно долго, и ничего с ним не станет, потому что его не берут никакие бактерии. Но все правильно. Даже молочнокислые бактерии не хотят в нем заводиться, потому что это молоко для них несъедобно. И я, собственно, вам тоже не советую покупать и употреблять в пищу такое молоко по этим же причинам. Второй вариант. Это наливать холодное ледяное молоко, очень холодное, охлажденное, и с вечера, и оставлять на ночь, и ничего не случится, если у вас на кухне достаточно прохладно. Если у вас больше 20 градусов, то может это молоко уже свернуться. В этом случае помогут два других варианта. Первое. Либо вы замораживаете молоко кубики, например, в силиконовых формочках для льда, и добавляете к холодному молоку эти кубики. Они достаточно долго будут растворяться и сохранять низкую температуру. Либо полностью замораживаете молоко, и уже на ночь оставляете его просто в мультиварке. Покажу как раз этот вариант. Ну вот я заранее заморозила молоко. Тут два стакана, ровно на то количество, которое мне понадобится, чтобы приготовить кашу. Молоко так не вытрясти, оно примерзло. Но можно вот такую простую хитрость поставить под кран с теплой водой, и оно само упадет вам на руку. Добавляем замороженное молоко в мультиварку. Стакан овсяных хлопьев. Посолите, можете какой-то сахар добавить, если добавляете сверху. Накрываете крышкой. Ставите режим молочная каша. Отсрочку. Выставляете то время, то количество часов, которое вам нужно. У меня это 8 часов сна. И нажимаете на кнопку старт, чтобы ваша каша начала готовиться. Продолжение следует...